На личном приеме граждан к депутату Госдумы Александру Хинштейну обратились представители инициативной группы дольщиков недостроенного ЖК на пересечении Советской Армии Антонова Овсенко. Они переживают за судьбу своих квартир. Представители Министерства строительства рассказали, что в феврале возведение комплекса возобновилось. Прямо на приеме граждан депутат вместе с дольщиками посмотрел прямую трансляцию с камер, установленных на строительной площадке, и увидел, что работы по завершению строительства ведутся. Новые инвесторы обещают сдать дом в следующем году. Самое главное, что алгоритм понятен, самое главное, что средства на завершение строительства есть, но даже если бы этого инвестора не нашли, то своей стороны власти все равно были готовы действовать иными способами, в том числе, используя имеющиеся законопредусмотренные ресурсы, достраивать это за счет привлечения иных источников, в том числе бюджетных. Жители домов на улице Центральной в Октябрьском районе обратились к депутату с просьбой посодействовать в ремонте улицы на участке от Санфировой до Гастелло. Они отмечают, что за дорогой не следят. Этот участок обозначен знаками «жилая зона», поэтому за его ремонт отвечает управляющая компания. Депутат порекомендовал жителям совместно с районной администрацией через суд принудить обслуживающую организацию выполнять свои обязанности. Я считаю, что мы создадим достаточно хороший прецедент, и этот прецедент может быть использован широко, и не только на территории нашего региона. Когда компания-застройщик, компания-управляющая, как правило, они сафилированы между собой, дальше делает вид, что ей ничего не принадлежит, она отвечает только за уборку территории, но не за задержание и не за ремонт. Конечно же, это не так. Также во время приема к депутату обращались с вопросами смены управляющей компании, переноса сроков капитального ремонта и других. Всего было рассмотрено более 10 обращений. Все они будут на личном контроле парламентария. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.